Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Сатурн и Меркурий. Шесть планет выстроились в космосе по одну сторону от Солнца. Такое астрономическое явление можно было наблюдать утром 28 августа. Что такое парад планет и с каких точек города лучше всего смотреть на небо, выясняла Кристина Гарун. Свидетелем редкого парада планет можно было стать 27-28 августа. Чтобы точно узнать, такое астрономическое событие это миф или реальность, мы обратились к преподавателю Брестского государственного университета имени Пушкина. В космосе время от времени происходит редкое явление – парад планет, когда небесные тела выстраиваются в идеальный ряд. Однако астрономы считают, что такого понятия и вовсе не существует. Так ли это, постараемся узнать. Расскажите, пожалуйста, все-таки существует ли такой термин, как парад планет в астрономии? В официальной науке такого термина не существует. Этот термин появился в астрологии, именно в газетных гороскопах XIX века. В астрономии больше применяется такой термин, как выравнивание, когда планеты располагаются в трехмерном пространстве почти на одной линии или близко к ней. Астрономическое явление, когда несколько планет располагаются по одну сторону от Солнца. Одним словом, планетарное выстраивание. Небесные тела не образуют идеальный ряд, а лишь находятся в пределах конуса, угол полураствора которого достигает 30-60 градусов. То, что можно наблюдать в утренние часы в эти дни, это как раз та ситуация, когда одновременно яркие планеты оказываются близко друг к другу. Их можно увидеть невооруженным глазом. Сначала всходит желтоватый Сатурн, затем Нептун, вслед за ними Уран, Юпитер и Марс. А перед самым восходом Солнца на рассвете всходит Меркурий. В тот момент, когда перед самым восходом Солнца Меркурий восходит, то угловое расстояние между ним на востоке и Сатурном, который уже в этот момент на западе, 160 градусов. То есть, с этой точки зрения, ну, парад планет такой, условно. Планеты-гигант, а именно Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун, они находятся достаточно далеко, поэтому они еще долго будут находиться в тех созвете, в которых находились сегодня. То есть, можно сказать, парад планет продолжается. Чтобы увидеть необычное астрономическое явление, нужно выбрать открытую местность. Наблюдать за планетами можно в ближайшие дни с южных точек города. Для этого не обязательно использовать телескоп, достаточно вооружиться биноклем или подзорной трубой.